Рубрика интересных и необычных животных продолжается. Это, друзья, у нас Апоссум. Не путать с состоянием подъезда, именуемая Абоссан. Честно, есть подозрение, что эта штука кусается, учитывая то, что он тут шипел и открывал свою пасть на меня, скорее всего, он кусается, возможно, даже прыгает. Там кто-то орет, не обращайте внимания. Смотрите, у него такие лапы. Вот такой Апоссум. Хвост у него, как у крысы. Чем-то смахивает на крыску. Интересная картина. Вот так вот долго и вблизи я еще их никогда не видел. Надеюсь, он на меня не кинется и не заразит бешенством, потому что я, собственно, такой вот обувь открытой довольно-таки. О, у него капнуло с носа что-то. Реагирует на звуки. Смотрите, как у него как будто он хочет улыбнуться. Выглядит это довольно-таки стрёмненько. Кто-нибудь знает, за сколько их денег продают, вообще покупают? Вот акушка. Значит, он шёл вот здесь, а я его оттуда как бы увидел и побежал за ним. Он вместо того, чтобы вдоль здания там убегать, просто запрыгнул на дерево и сидит. Очень странная тема, друзья. Даже не знаю, что теперь делать, как я его так вот тут оставлю. Но мне кажется, он боится. Учитывая выпученные глаза. Это шесть вообще, друзья. Это примерно вот так всё выглядит, конечно, да. Апоссум и я. Он меня, может, даже не видит из-за фонарика, но сюда вода уже начинает добираться. Смотрите, на каждый мой звук он ушками реагирует. Апоссум! Нет никакой реакции. Я думаю, надо веточку выломать и его как-то поманить. Не хочется портить дерево. Давайте найдём палочку. Ох. Свет есть? Есть. Сейчас мы найдём палочку. О! У меня это не палочка, а это трава. Апоссум ещё сидит. Во! Это тоже травинка. Ну, капец вообще, друзья. Какая-то церковь здесь. Что это такое вообще? О! Палочка. Сейчас мы этого апоссума будем трогать. Он напрягся. Смотрите, что происходит, друзья. Он нюхает мою палочку. Пусть понюхает. Может, его погладить надо? Как бы палочкой погладить. Смотрите, он нормально реагирует. Сейчас за палец как хватанёт. Я вижу его клыки. Всё-таки, я думаю, он мне задаст, если захочет. Думаю, он сейчас очень боится. Я его глажу по носу. И он вроде как меня не убивает ещё. В руки я, конечно, его брать не хочу. Мы его как бы гладим. О! Видели? Он только что зубы показал. Реально показал. Когда я его по ушку провёл. Смотрите, у него клыки есть. Такое хлопнет как надо. Вроде пены сорта не идёт, а это значит, что он... Жесть! Что я делаю? Где-то посреди какого-то парка, посреди ночи, лезу в рот апоссуму. Жесть вообще. Ещё раз следите за его зубами. Он только что огрызнулся, когда я по уху провёл. Вот так когда сделал. Да, вот он огрызается. Это апоссум. Давайте. Ну, похож на кота у него. Но зубы больше, клыки больше, чем у кота. Все оставшиеся зубки примерно как у кота. Вот так примерно это всё выглядит. Тут стою я с каким-то апоссумом. Я думаю, он меня больше боится, чем хочет нападать. Нос у него твёрдый даже в самом конце. Короче, друзья, у нас тут клуб в мире животных. Смотрите, он даже щуриться начал, когда его гладить начал. В принципе, я бы его взял на руки, но не хочу. Он, во-первых, какой-то немножко грязный. Надеюсь, это не его хозяйка там на меня орёт из-за того, что я её питомца, так сказать, развлекаю. Ну, короче, его можно даже на руки, в принципе, взять, но я не хочу. Я увидел ему в глазу только что в блоху. Ладно, апоссум, оставайся. Это тебе тут палочка вот там. Давай. Покедова. Кстати, хвост вам его покажу. Реально как крысиный. Вот апоссум. А это вот его хвост. Я не хочу за него браться. Я не знаю, это самец или самка. По-моему, там висят какие-то яйца. Может, то его лапа. Неинтересно. Нормально. Жесть вообще. Ладно, апоссум. Пока апоссум. А, вон у него там какие-то. Это всё-таки самец, потому что я вижу у него мошонку. Вон там вот. И она поджимается, когда я произношу звуки. Вот, смотрите, у него лапа ещё какая. Как у коалы какой-то или ленивца. А передняя лапа чем-то похожа тоже. А где третья и четвёртая лапы? Что без них? А, вон они. Смотрите, как они.